24 на 7 мы держим руки на пульсе событий. Здравствуйте! Я с удовольствием представляю вам своего гостя, доцента кафедры государственного управления Далевского университета, члена общественной палаты Луганской Народной Республики, политолога Александра Проценко. Александр Валерьевич, здравствуйте! Здравствуйте, Юрий! Пресс-конференции недавно Владимир Владимирович Путин. Это в том числе о том, что по вопросу расширения продвижения НАТО, по украинскому вопросу, отступать уже некуда. Можно сказать, НАТО вваливается на порог к нам, на пороге России, еще и угрожает санкциями. И были сделаны очередные предупреждения тем, кто по-прежнему, собственно, нагнетает. А это и Генсик НАТО, и это Соединенные Штаты Америки. Как вы считаете, в связи с тем, что в начале 2022 года пройдут два раунда таких переговоров, консультаций России и Западного мира, это сначала будет совет с НАТО, Россия-НАТО, а потом переговоры на высшем государственном уровне России и Соединенных Штатов Америки. Какой смысл нагнетать сейчас, когда буквально уже накануне все это происходит, таких действительно важных переговоров? Вы сказали в начале, Юрий, о том, что Тея Силарова, который он озвучил, те акценты, которые были расставлены, они практически там ничем не отличаются, только несколько, может быть, более широко подчеркивают то, о чем говорил Владимир Путин. На самом деле, было бы странно, конечно, если бы они расходились, потому что как раз-таки внутренняя и внешняя политика России, она отличается уже почти 20 лет, даже больше, 21 почти, последовательностью и такой, знаете, гомогенностью, то есть консолидацией. Это не Украина, где очень много различных центров влияния, которые тянут одеяло на себя. В России давно уже выстроена политическая система, которая зиждется на таком базовом неком консенсусе по разным направлениям. И даже если есть какие-то разные точки зрения, альтернативные варианты решения вопросов, они всегда очень, как-то, знаете, так спокойно и взвешенно рассматриваются и потом принимается какое-то одно решение. И вот это как раз в отличие от, например, ситуации в США, где очень серьезная внутренняя борьба, даже внутри самой команды Байдена, так называемой, то есть правительства, по сути, Соединенных Штатов Америки. Там очень много групп влияния, которые совсем по-разному смотрят на те или иные варианты развития событий, вообще роль США, возможные инструменты, которые США должно применять, для чего оно должно их применять и так далее. И поверьте мне, среди, скажем так, конкретно высших первых лиц Госдепа, там далеко не все люди, знаете, прямо с большим одобрением воспринимают то, что сейчас делает Байден. А то, что сейчас делает Байден, это, по сути, все-таки прощупывание, реальное прощупывание почвы для того, чтобы в условиях, опять же, ослабления Америки глобально в целом и постепенной трансформации, объективной, уже это заметно практически всем, мироустройство с монополярного и постмонополярного, однополярного в многополярный или, возможно, в такой триумвират в виде Китая, США и России, что-то в этом роде. Этот процесс уже объективен, и Байден это понимает. Поэтому в этой ситуации он пытается найти все-таки какие-то возможности максимально сохранить ресурсы США для будущего, ну, скажем так, нового формата конкуренции в мировом пространстве. Есть ястребы в его команде, такие как Нуланд, Блинкин, опять же. Это люди, которые, они еще живут во многом по инерции, потому что, ну, у них учителя были, по сути, такие, которые рассматривали, ну, не рассматривали, скажем так, вообще сотрудничество с Россией, рассматривали ее как, ну, скажем так, в формате конфронтации, где США все равно давлеет над Россией. Они еще живут в этой реальности, поэтому им многие шаги такие, знаете, сближения, или попыток даже сближения, просто, знаете, посмотреть, как оно может быть, да, им это достаточно не нравится. Видно даже иногда по пресс-конференциям, что, не знаю, так, ну, немножко, едва ли не кривясь какие-то действия Байдена комментируют в России как раз в этом отношении. Политику, которую проводит Владимир Путин, она поддерживается всеми структурами, ну, соответственно, МИДом, как внешняя политика, безусловно, и никто, скажем так, не тянет в свою сторону, не притягивает это дело на себя. И вот это как раз-таки у России является очень важным, так называемым, конкурентным преимуществом, в том числе и дипломатии, и внешней политики. Потому что предсказуемость и возможность спланировать дальнейшие действия на долгую перспективу, независимо от того, какая-то, значит, там, демократы придут, либо республиканцы начнут совершенно переназначать новых врагов, либо рушить старые союзы, пытаться заключать новые. В России такого, ну, я себе на данный момент не представляю, почему Россия, опять-таки, еще раз подчеркну, вот в этом многополярном мире, она выглядит в гораздо большей степени договороспособной, последовательной. Почему ее воспринимают как такого добросовестного партнера. Впрочем, кстати говоря, как и Китай. Вот, кстати, одна цитата, специально взял с собой несколько бумажек, потому что довольно объемные тексты, то, о чем я говорю, еще нагнетание происходит. Камала Харрис, фактически вице-президент США, пообещала России санкции, которых, цитата, еще не видели. Она дала интервью, в котором сказала, мы напрямую разговариваем с Россией, мы совершенно ясно понимаем, что Россия не должна вторгаться в суверенитет Украины, что мы должны отстаивать, мы отстаиваем ее территориальную целостность, мы работаем с нашими союзниками в этом отношении, и мы очень четко дали понять, что готовы ввести санкции, которых вы еще не видели. Журналистка задает вопрос, это будут санкции непосредственно против Путина, и Харрис отвечает, я не собираюсь говорить о конкретных санкциях, но мы ясно даем ему это понятие, мы ведем прямые разговоры. Ну, в общем, больше похоже на какие-то диалоги из плохого голливудского какого-то боевика, либо... Трудности перевода. Да, да, да. Смотрите, на самом деле, да, конечно, сейчас такие высказывания и Харрис, и других представителей, которые будут говорить или будут призывать к нагнетанию санкций, ну, в данном случае Харрис конкретно практически угрожает. Конечно, это во многом, учитывая тот объем санкций, которые уже, вот те карты, которые были выложены на стол Западом, США и так далее, начиная с 2014 года, они уже, ну, скажем так, то, что у них на руках, самые главные карты, скажем так, самое большее количество карт они уже выложили. То есть представить какие-то другие, знаете, такие санкции экономического характера, политического, которые бы вот прямо все-таки доломали бы Россию, знаете, там как-то ее, знаете, обрушили там экономик или что-то в этом роде, я себе не представляю. То есть в данном случае Камала Харрис, она, конечно, делает какие-то ритуальные заявления, потому что она должна это делать, в принципе, позицию-то никто не отменял, официального давления на Россию с целью повлиять на ее, значит, якобы агрессивное поведение, за что там, значит, выбирали, в том числе того же Байдена и так далее. Она не может себе позволить эту риторику изменить, делать ритуальные такие заявления, но, конечно, они напоминают, знаете, такой какой-то бой с тенью, потому что понятно, что она не может даже озвучить конкретно эти виды санкций. Ну, SWIFT, допустим, там ходят слухи о том, что Россия могут отключить этот SWIFT. Я уже не говорю о том, какая-то сложная процедура, хотя это теоретически возможно, то есть надавить на руководство SWIFT, которое не является государственной корпорацией, чтобы надо было понимать, ну, могут, конечно, американцы, там, Запад, навалиться, заставить и все-таки отключить. Ну, как бы это, конечно, ударит по российским бизнесменам, крупным особенно, у которых контракты, вот, необходимо завтра там оплачивать, что-то продавать и так далее. Но это не какое-то, знаете, там, ядерная бомба, это просто то, что нанесет определенный ущерб, но от которого, ну, через какое-то время все уже, ну, что называется, отойдут. Потому что есть другие способы оплаты, они, конечно, более сложные, более громоздкие. И есть варианты того, что это даже подстегнет Россию еще быстрее создать собственные аналоги таких платежных систем. То есть, ну, это санкция, конечно, да, санкции 15-го года, 14-го, они тоже по России били достаточно сильно. Это повлияло на экономику, но это ее не подломало. Наоборот, в чем-то даже закалило, сделало сильнее, простимулировало заняться импортозамещением, да, которое сейчас я, ну, это видно даже по постковидным вот этим показателям роста российской экономики, это все задел в значительной степени и результатов вот этого импортозамещения. То есть Россия действительно, те товары, которые перестали поступать в нее, ну, в страну из-за границы, она просто начала производить сама. Ну, соответственно, эффект для экономики здесь получается, ну, едва ли не мультипликационный, так называемый. Конечно, Камала Харрис понимает, что США в одностороннем порядке, вообще какие-то, вот, в принципе, серьезные санкции России, ну, создать проблемы даже таки экономического характера не может. Потому что, если мы вспомним основные проблемы экономического характера, которые понесла Россия в результате санкции после событий, там, 14-го года, это были санкции, которые на нее наложили союзники США, конкретно европейские страны, в первую очередь. Потому что, если мы так с вами разберемся, возьмем калькулятор, посчитаем, то у одной Германии с Россией товарооборот, он, там, в два с небольшим раза больше, чем у одних США. То есть, у одной страны европейской, а там еще есть Нидерланды, там еще есть Италия и прочее, 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 Турция и так далее. То есть, на самом деле, конечно, США для России это достаточно такой серьезный партнер, но если вдруг там, просто представимся, знаете, такой эффект вакуум, санкции в вакууме, да, вот просто перестали торговать Россия и США. Ну, это даже там ни третий, ни четверти, ни одна пятая общего товарооборота России, это гораздо меньше. У них там чуть больше 20 миллиардов долларов, если не ошибаюсь, товарооборот на данном рынке. Кстати говоря, который со времен, по-моему, там, 17-го года, уже при Трампе, он постепенно растет. И, кстати, в этом году, в этом году, уже при Байдене, он растет очень серьезными темпами. Во многом связано это, конечно, ну, как объясняют экономисты, с чисто ростом цен на ряд товаров, которыми они обменяют, ну, значит, торгуют друг с другом. Но, тем не менее, рост там в 43-50 процентов, я сейчас там точно цифры не буду говорить, но он большой, он гораздо больше, чем 10-15. Ну, о чем говорит, что на самом деле риторика это одно, особенно риторика, которая в данном случае, может быть, знаете, ну, в моем понимании, такими, скажем так, тепловыми ловушками и таким прикрытием для американской администрации Байдена. Потому что им, конечно же, не смогут многие простить внутри, самих США, их позицию, если вдруг станет понятно, что Байден готов с Путиным договоряться даже на условиях Путина. Ну, если мы себе такое представляем, а я себе такое, в принципе, конечно, с многими там нюансами, но тем не менее, представляю. Об этом, конечно же, вслух никогда никто не будет говорить. Это будет постепенно, знаете, по ложечке оно как-то доходить, что называется, до ряда там, ну, даже просто для обычных граждан американских. И вот для того, чтобы никто Байдена не заподозрил в том, в чем демократы, там, значит, несколько лет подряд обвиняли системно Трампа о том, что, значит, хочет там договориться и задружиться с Путиным, что-то в этом роде, я так утрирую, конечно. Для этого Камала Харрис и члены команды Байдена, они позволяют себе какие-то такие вот, знаете, такие радикальные вещи, такие неуступчивые, демонстрируют свою жесткость, принципиальность и так далее. Но это пока риторика. На мой взгляд, она, скорее всего, такой риторикой и останется. А я извиняюсь на прошлый вопрос, вас несколько затянуло, может быть, увел в сторону от того, что вы изначально затрагивали по поводу тех договоренностей, которые вот намечаются совсем-совсем скоро. И обратите внимание, там сначала идет диалог с НАТО, а потом идет встреча на высшем уровне, ну, по идее, если так все сложится, уже между непосредственно, значит, Путиным и Байденом. Это очень символично, потому что в России прекрасно понимают, что НАТО это такая, ну, как, США это повитуха НАТО, если можно сказать так, да. По идее, там, в принципе, все прописано достаточно так дипломатично, толерантно и взвешено. Ну, понятно, что первенство в НАТО и кормчим, и изначально, как я сказал, повитуха, это было США. И НАТО это организация, которая работает в интересах США до тех пор, пока в интересах США вообще это организация ее существования. И вот поэтому, кстати, Лавров, вот вы говорили вначале, он по поводу Столтенберга, он позволяет себе такие, знаете, ну, явно такие, я бы даже сказал, пренебрежительные где-то высказывания. Не просто так. Это демонстрация того, что мы прекрасно понимаем, кто у вас решает вопросы относительно всех, значит, каких-то там вариантов сотрудничества, конфронтации и прочим. Мы прекрасно понимаем, где реальный центр силы, и вы это тоже понимаете. Поэтому не надо, значит, наше внимание отвлекать на какие-то менее значимые переговоры. Поэтому, безусловно, конечно, процедурно без этого нельзя обойтись, но главные решения, которые могут быть приняты, не знаю, будут они приняты или нет, я считаю, что все-таки должны прощупать какой-то вариант дальнейшего сосуществования в каком-то, скажем так, менее конфронтационном, чем сейчас, например, в формате США и России. Мне так кажется. Хотя посмотрим, опять же, есть ряд факторов и есть ряд игроков и внутри США, и вне США, такие как Британия, например, очень много разнообразных спецслужб, которые, конечно, бы этого не хотели. Потому что это повлечет за собой смену парадигмы взаимоотношений, возможно, это повлечет уменьшение военных контрактов. То есть, ну, понятно, если истерия спадает, то некоторые люди перестают иметь возможность в этой мутной воде делать свои, значит, рыбку и деньги делать. Но, мне кажется, на данный момент в Америке у того же Байдена, так или иначе, пусть он, как бы, возраст ему не все позволяет, может быть, да, как-то глубоко анализировать, но, тем не менее, у него хватка осталась, я думаю. И он понимает, что США в этой надвигающейся вот этой осыпании замка, который они строили, единоличного доминирования, он осыпается. И вот в этой ситуации им нужно как-то потихоньку унести свое. Ну, я не говорю унести ноги, это, конечно, было слишком, знаете, так, как-то броско. Но вот сохранить свое, потому что можно много чего потерять. И в этой ситуации, все-таки, мне кажется, Байден понимает, что если сейчас с Россией они не договорятся, тогда Россия с гораздо большим удовольствием, более спокойно, против США договорятся окончательно с Китаем. И тогда это повлечет не просто там потихоньку осыпание вот этого миропорядка, а это приведет, возможно, к тому, что осыпание США произойдет в то бы или ином виде. Ну, а пока США решает напрягать Украину вербально, а именно, будет предоставлять Украине разведданные относительно вероятного вторжения России. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве. Как считают в Пентагоне, они помогут вооруженным силам Украины предотвратить угрозу. В то же время в статье отмечается, что президент страны Джо Байден еще не одобрил такой план. В случае, если это случится, считают журналисты, это вызовет у России возмущение, поскольку в Кремле считают любую помощь Украине от Америки провокацией. В Пентагоне уверены, что информация о движении техники, которая будет позволять оперативно определить, собирается ли Россия пересекать границу, очень значимо. New York Times также сообщает, что недавно группа сотрудников Министерства обороны приезжала на Украину, чтобы оценить ее потребности в противовоздушной обороне. То есть будут и дальше нагнетать, но воевать, дали понять, за Украину никто не будет. Но подкидывать постоянный держа в напряжении украинских военных какие-то данные будут. Даже подталкивать. Хочется, конечно, назвать это подачкой, потому что на фоне других заявлений, которые гораздо более резонансные, гораздо более важные, в том числе, кстати, не только американские, вот совсем недавно, значит, британцы в Дели-Экспресс, по-моему, прослали информацию о том, что готовы уже план эвакуации британских военных на случай, значит, какой-то там военной конфронтации с Россией и Украиной. Еще не завели своих 600 хваленых бойцов, а уже план эвакуации разработали. Насколько хваленый это вопрос, конечно, ну, то, что они будут эвакуированы в первую очередь, это точно. 600 Уильямов Уоллесов из Храброго Сердца. У меня такое ощущение, как бы никуда не, знаете, в Крым не попросились, потому что там будет точно спокойно, никто их там не тронет, если не попроситься, конечно. Просто вспомните, даже украинские военнослужащие в свое время, во время максимально таких ожесточенных боев, помните, как целыми батальонами, если не ошибаюсь, по там 300-400 человек переходили куда? Да, в Россию. Потому что понимали, что там их, если они поднимут руки и честно воткнут штык в землю, их-то никто не тронет. Даже накормят и, значит, еще там до полочек. Сдаем, суд. Да, вот уже на Украине. Хотя бы накормят. Да, на Украине уже там в Апокате. Пока в украинской армии ест только Зеленский с Ермаком, если приезжают на позиции, мы помним. Ну да, зато уже Рошен там никто не ест, хотя пока, не знаю. Значит, смысл в чем? Американцы реально не будут никогда в жизни воевать за Украину с Россией. То есть, так же, как и европейцы. Для них это страшный сон. Но какие-то меры поддержки, пусть такие косметические, там какую-то позицию, они должны показывать. Ну, в данном случае они говорят, ну, как, знаете, вы хотите вскопать огород, но вот, нате вам маленькую хрустальную лопатку. Ну, может, что-то получится там. Чем-то мы же вам помогли. То есть, ну, разведданные, конечно, вещь хорошая. Да, это кто владеет информацией, тот вообще владеет миром. В войне это то же самое. Даже, может быть, еще это более ярче выражено. Но вопрос, что Украина с этой информацией будет делать? Ну, знают они, например, что там у России такое количество войск в Россию, точно, знают ее боевой потенциал. Что дальше? Если, ну, опять же, чисто, я, кстати, не верю в масштабный конфликт Украины с Россией. По одной простой причине. Ну, то, что России это точно не надо, это вообще никаких вопросов просто не возникает. То, что Украина может, скажем так, там, значит, ее науськать и какие-то горячие голы, причем даже не на уровне высшего военного руководства, скорее всего, если это теоретически может быть, а скорее всего на уровне, там, не знаю, какого-то офицерского состава, которые являются, там, сто процентами, там, каким-то двойным агентом или что-то в этом роде. Или на уровне радикалов, которым вообще все равно. Им это вообще, наоборот, это, знаете, как то, что им даст еще подышать какое-то время, покажет, что мы же-то были правы, вот видите, все-таки атаковал нас Россия. Это их мечта. Если в случае какого-то военного столкновения, слушайте, ну, даже западные аналитики говорят о том, что несколько часов украинская армия еще будет здесь, а представлять на данный момент украинскую армию, через несколько часов просто будут обрушены все системы связи, подвода, снабжения, и как бы она станет, и, ну, говорится, для того, чтобы получить разведданные свежие, нужно будет включить какой-то там, значит, компьютер и какую-то антенну настроить, чтобы это получить, да, там, не знаю, какой-то канал связи, они все будут уничтожены, либо приглушены и так далее. То есть, но об этом речь вообще не идет, это никак не поможет Украине. Украине вообще никто и никогда ничем не поможет в случае военного конфликта с Россией. Единственное, конечно, это, возможно, в теории поможет тем, кто, ну, скажем так, на это надеется как на последний довод в том, чтобы все-таки с Россией не договариваться, а выставить его агрессором, повесить опять на нее всех собак, ну, и, значит, дальше продолжит раскол и линию конфронтации. Но холодная война, которая сейчас, вот опять же, появляется в последнее время уже несколько лет, даже больше, чем несколько, 5-7 лет США, она горячей между Россией и США. Я не представляю себе этот вариант, чтобы она стала такой. Ну, и последний вопрос, последняя тема для обсуждения, это тоже продолжение беседы о санкциях. Европейский Союз обратился во Всемирную торговую организацию, ВТО, с иском к России на 290 миллиардов евро. Зад цитирует дискриминацию европейских товаров, политика импортозамещения. Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит. Давайте согласимся. Да, глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. И Брюссель долго рассказывал, что Россию жестоко наказали. Ну, а что до жестокости, то чисто по садамазахистски, да. Несамостоятельность к тому, что Байден, тогда вице-президент США, выступая в 2014 году в Гарвардском университете, рассказал, что страны Европы не были готовы к введению санкций против России в связи с событиями на Украине. Более того, они и не хотели их вводить, но Обаме пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить ее действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя. Ну, а теперь вот иск на 290 миллиардов евро. Получается, Евросоюз кричит, как это делают часто украинцы, а нас за счет? Ну, я не знаю, есть ли такой аналог пословицы в немецком, либо в каком-то другом языке Евросоюза, английском, за что боролись, на то и напоролись, но это классическая иллюстрация, конечно. Единственное, вы сказали, да, о том, что глупости европейских элит, которые вот эта вот вся ситуация демонстрируют. Ну, в первую очередь, наверное, глупость тоже присутствует своего рода, или недальновидность, может быть, или самонадеянность, то, что Россия под таким резким прессом, она вдруг возьмет и капитулирует, встанет на колени и скажет, все, пожалуйста, уберите свои санкции, мы больше так не можем. Ну, может быть, и на это у кого-то были расчеты. Возможно, да. Многие, наверное, думали, что Россия – это все еще та бензоколонка, совсем, значит, какая-то недоразвита, и по ней вот такой вот удар, он будет нанесен, и сразу, значит, она склонит голову. Конечно же, этого не происходит близко. Так вот, я все-таки вижу в этом не глупость европейских элит, а результат, короче говоря, их безвольности, аморфности. Вот за те почти 70 лет, которые Европа находится, по сути, под зонтиком безопасности США и под ее патронатом, скажем так, европейские элиты в значительной степени деградировали и вот как раз потеряют свою самостоятельность. В самостоятельность в решениях, в самостоятельность в безопасности, хотя сейчас попытки идут как бы об этом вспомнить и задуматься, знаете, как это восстать из пепла, но реально Британия что-то сейчас еще пытается проводить самостоятельную политику, где-то Франция пытается что-то там как-то прорываться обратно на эти, но европейские политики действительно очень сильно атрофировались с точки зрения принятия самостоятельных решений. В рамках европейской солидарности, как сказал когда-то Сергей Нарышкин, Америка протащила, под вывеской европейской солидарности, протащила свой, значит, диктат. И надо сказать, что вот эти санкции, из-за которых пострадали европейские производители, огромные, миллиард, сотни миллиардов евро, я хотел бы отметить, что на них европейцы очень долго не соглашались. Все-таки, как есть такая, как это, моя любимая практически пословица, когда встает вопрос ценников, ценности отходят на второй план, европейцы очень долго мялись. Они после Крыма ввели определенные санкции, но это были санкции, знаете, такие, ну, поверхностные во многом. То есть они радикально урона какой-то ни России, ни Европе, кстати, не могли навести. И тогда Обама, его администрация, они очень долго, знаете, что называется, закручивали гайки для Европейского Союза, чтобы пора, смотрите. И опять же, с учетом того, что их товароборот и европейские, это абсолютно несопоставимые вещи. То есть американцы говорят, мы в одностороннем порядке накладываем санкции. Ну, что они там теряют? Ну, может, 2-3-4 миллиарда долларов, условно говоря. Это капля в море для Америки, понятно. Европейцы, говорят, теряли и потеряли в итоге, как мы видим, гораздо больше. И я хотел бы отметить еще очень важный момент. Мы уже не все об этом как-то вспоминают, да, что основные санкции, которые реально найти и России нанесли определенный ущерб, правда, который уже нивелирован и, наверное, не раз. Основные санкции европейские страны наложили после крушения Боинга. Я даже, как сейчас помню, где-то за 3-4 дня до, может быть, неделю до этого, у Обамы был такой, знаете, яркий спич эмоциональный. Он говорит, что смотрите, и, дескать, вы там не хотите вводить санкции, вы поощряете агрессора. Мы сами вводим одностороннем порядке. Я все-таки призываю вас одуматься, потому что, ну, в дальнейшем, последствия будут там очень для нас все плохими. Обратите внимание, ваше вот это безволие, хотя как раз это была попытка проявить свою волю, оно, дескать, обернется там какими-то последствиями. И потом падает Боинг. Ну, как это, совпадение, говорится, не думаю. Не думаю. И после этого европейцы, но они уже просто, ну, для своих избирателей, которые, конечно, возмущены этим всем, они не могли поступить по-другому, они попали вот в это прохрустного ложа. Они и так, в принципе, потихоньку бы прогибались, но как-то, знаете, они бы торговались. Где вводить, где нет? Тут уже не осталось выбора. И вот после этого они имеют такие дырки в карманах, которых сейчас пытаются заявить свои иски, значит, там куда? В суд? Вот его? Ну, да. Ну, то есть в инстанцию, которая должна их рассудить, скажем так. Я, честно говоря, не знаю, какие там регуляторные правила предусмотрены, но мне кажется, это ситуация анекдотичная. То есть накажите их за то, что мы сами заставили их что-то делать, по сути. По-другому вы не скажете. Я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир. Ну, а нашим телезрителям напомню, что беседовали мы с доцентом кафедры государственного управления Луганского государственного университета имени Владимира Даля, членом Общественной палаты Луганской народной республики, политологом Александром Проценко. Мы следим за развитием событий. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова